Привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим очень-очень вкусный крем-сул. За данный рецепт отдельное спасибо киевскому шефу. Это теперь один из самых любимых супов в нашей семье. Это очень вкусно, правда. И вашей семье, я думаю, точно понравится. Список продуктов вы видите у себя на экране. С копченой грудинки обязательно срезаем кожу. И ее нужно будет порезать на небольшие кусочки. Точно так же мы поступим и с картофелем, и с морковкой с луком, собственно. Все режем произвольными крупными кусочками, лук полукольцами. Первыми в кастрюльку отправляем растительное масло и поджариваем с двух сторон нашу грудинку. Затем к грудинке отправляем картофель и еще пару минут поджариваем все вместе. Так наш суп станет еще наваристее и вкуснее. После картофеля отправляем сюда лук и морковь. Пассеруем на огне чуть ниже среднего, буквально минут 7-8. Также сюда сразу же добавляю перец, лавровый листочек и соль. Заливаю все это водичкой и варю до готовности картофеля. Практически до полной готовности картофеля. Буквально за пару минут добавляю зеленый горошек и небольшой кусочек чеснока. Или просто пару слайсиков чеснока отрезаю. Когда горошек уже приготовился, достаем отсюда лавровый листочек. Он нам уже не понадобится. И всю эту массу перебиваем блендером. Хоть погружным, хоть стационарным, вообще не принципиально. Раскладываем по тарелкам. Добавляем либо сметану, либо немножечко сливок. И, конечно же, посыпаем зеленушкой, либо какими-то хрустяшками сверху. Это может быть какая-то сушеная чипса. Или какие-то такие поджаренные шкварочки. Это правда очень вкусно. И это очень просто готовится. Пробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»